Партнер проекта летний детский лагерь «Спутник». Лагерь с парком развлечений. С ним нужно бороться и нужно бороться. Как? Каким образом? Воспитанием нашего следующего поколения себя, прежде всего, показать своим примером нашим малышам, растущим новым поколением. Вот недавно буквально я это и произвела, когда ребенок выкинул фантик, я подвела его к мусорке и сказала, тебе нравится? Нет. Вот подними, а в следующий раз поднимешь два фантика свой и еще кого-нибудь. Мне кажется, можно, например, убирать ее как-нибудь. На дорогах же чистят грязь, все равно машины. Я думаю, что для наших условий это довольно-таки неплохо, чисто. У нас просто специфика своя. Какая? Ну, земля, пыль, ее никуда не деть в наших условиях. Я думаю, что все-таки несколько составляющих. Во-первых, все-таки, ну, их нужно пылесосить. Начнем с этого. Пыли никто не убирал, да? А пыль откуда попадает? В том числе и с тротуаров. То есть убираться и на тротуарах, и на дорогах. Ну, и к тому же все-таки автолюбители, автовладельцы, сами ведь как они выкидывают порой. То есть для них эта дорога как мусорка. То есть это комплексная проблема уже и властей, и самих автовладельцев. Ну, тут один, наверное, выход. Делать как в Европе. То есть выступать хотя бы не песком, вот этим химическим страшным, а каким-нибудь, не знаю, составом специальным. Вот. Нет, мне эта ситуация не нравится, честно скажу. Но я слышал просто такие слухи, что это очень дорого, вот эти все составы. Вот поэтому пытаются, то есть подешевле, да, чтобы положиться в бюджет города. По России попутешествовать, могу сказать, это смириться стоит. Нет. Убирать, получается, чисто, хорошо. Убирать можно, власти потихоньку справляются. А вот так вымыть, как в других южных странах, я думаю, это нереально. Нет, я думаю, с ним можно справиться, если будут деньги выделяться. Только моё мнение, что везде финансовая сторона, везде, во всех вопросах, больше ни в чём. Если наймёшь людей, дашь им денег, скажешь, надо убрать, то, конечно, за деньги будут люди делать всё. Ну, конечно, нужно чистить, я считаю, но у нас такие погодные условия на Урале, что не всегда и не везде это возможно сделать. Поэтому приходится смириться с этим, вот и всё. Есть смысл и, как сказать, даже возможность это делать. И, конечно же, это нужно делать, чистить и ремонтировать дороги. Где-то зимой дороги, я думаю, чистили, и даже чистили тротуары, в принципе, даже лучше было, чем, например, в прошлом году. Я считаю, что ситуация, видимо, как-то меняется. Ну, думаю, нужна уборка на территориях, обязательно. Конечно, мы можем убирать их. То есть, существуют дворники, всевозможные машины, которые чистят дороги. Разумеется, можно справиться. Для этого муниципалитет должен резко увеличить затраты на очистку. Улиц должен увеличить зарплаты, дворникам должен увеличить количество, дворникам должен закупить новую очистную технику.